Хэй, с вами я, Эликс. Сегодня мы будем смотреть на 7-летнего парня, который делает элементы на турнике, на брусьях, покруче, чем некоторые в свои 18-20 лет. Сразу скажу, что этому видео уже около 6 лет, и в тот момент эти элементы, которые делает этот парень, были прям пум, топ. Ну и даже сейчас они смотрятся офигенно и достаточно сложные, особенно для 7-летнего парня. Так что сейчас, как всегда, небольшая рекламка, и погнали смотреть. Го! Бау! Хочу посоветовать вам канал очень сильного воркаут-атлета Евгения Ефимова. Он тренируется уже более 7 лет и тащит как статику, так и динамику. На своем канале Евгений выпускает обучалки для начинающих воркаутеров. Но и для опытных у него есть действительно редкие элементы. Ё-моё! Евгений поставил цель пробиться на чемпионат мира по воркауту. И путь к её достижению он показывает в своих влогах. Стало интересно? Переходи по ссылочке в описании и следи за топ-атлетом. Итак, друзья, оригинал видео будет, как всегда, в описании. Это видео с шоу, ТВ-шоу Крина имеет талант. Возможно, многие ребята уже видели этот ролик. Но, скорее всего, многие, 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 особенно парни, которые с России, не видели этого парня. Поэтому сейчас делаем реакцию. Я уже смотрел, если что, но очень давно. И в памяти оно уже как-то стерлось. Сейчас будем смотреть еще раз. Я Сергей. Мне 7 лет. Я самый маленький турникмен. Да, в то время еще модно было называть себя турникменами. Все ребята, которые занимались на турниках, турникмены. Не то, что сейчас. Да, все мы так занимались. Сначала попробовали, не могли ни разу подтянуться. Потом уже это зависимость. Нельзя слезть с турника, нельзя перестать заниматься спортом. На украинском, когда будут разговаривать, я вам буду переводить все. А сейчас, когда судьи узнали, что на этих турниках-брусьях будет заниматься 7-летний парень, они просто офигели. За пару минут до выступления чувак обжег руку. Вот всегда так. Как раз ту руку, блин, на которой все упражнения делают. Они уже собирались. Они уже собирались забрать его, типа, чтобы он не выступал, но он все-таки захотел. Мужик, настоящий мужик. Красава, чувак. Вот реально, я когда смотрел этот видос, там 6-7 лет назад, не помню когда, по телевизору, именно я офигевал, как такой маленький парень может делать такие упражнения. В тот момент я только подтягивался там, и все. Больше ничего такого не умел делать. Там максимум ласточку и стойку. Не, даже стойку не умел. Серега. Как настроение? Хорошо. Серега. Че такой серьезный? Просто. И он волнует? Волнует. Расскажи, что покажешь нам сегодня. Выход по турнику. Ласточка. Задняя. Вот. Здесь много еще таких, знаешь, элементов джимбара. Вот. Не то, что сейчас джимбар уже умирает. Тогда, ну, почти джимбаром никто не занимается. Тогда еще это было достаточно популярно. Итак. Повесил курточку. Повесил курточку. Да. Да. Семь лет. Школьник. Просто красава. Стойку в горизонтальный упор и снова в стойку. Не многие, сейчас так многие не умеют, ребята, которые занимаются уже такие взрослые. Итак, турничок. Поехали. Кто не знает, кто не занимался вообще джимбаром, не пробовал даже, это достаточно сложно. Достаточно сложные элементы. Крисли, как он называется, не помню этот элемент. Чувак такой сидит. Блё, ну нахер. Вообще круто. Давай, братишка. Вот, что мне еще понравилось, что здесь достаточно много силовых элементов было. То есть... Хе-хе. Вот. Прикол в чем? Вот, он делал силовые элементы, которые намного сложнее, чем обороты здесь в упоре. Но, типа, со стороны, когда ты просто зритель, не разбираешься в этом, тебе кажется, что, типа, какие-то обороты, там, стульчик намного сложнее, чем какой-то там выход в стойку с горизонтального упора. Сейчас бы принца на две затащил, да? Было бы круто. Ну, такие, знаете, есть элементы, крабик и так далее, типа, для маленьких, но... О чем я и говорю, типа, ребята думают, что это намного сложнее, чем какие-то там выход в стойку. Это странно. Ну, это не странно, в принципе, потому что вот со стороны это реально смотрится сложнее. Я раньше думал, что выход принца на две намного легче, чем тот же солнышко или тот же, не знаю, выход из-под турника. Реально, выход из-под турника оказался мне намного сложнее. Ну-ка, братан. Это будет кристалли, да? Кристалли. Нет. Это калипсо. Извиняюсь. Ребята джимбаровцы, извиняюсь. Ну, с ведром намного... Ну, типа, с каким-то весом эту самую... Калипсо намного легче делать, чем без веса, потому что вес тянет тебя в правильную, нужную сторону, и это используется как уже облегчение этого элемента. Молодец, братишка. Вот пример для молодежи. Ребята, которые сейчас в школе, которые вот сейчас меня смотрят. Ребят, а реально занимайтесь спортом. Неважно нахрен. Воркаут, джимбар, карате, бокс. Просто занимайтесь спортом. Не курите, не бухайте. Блин, ведите здоровый образ жизни. Нам нужно здоровое поколение. И вот такие парни... Пример. Реально. Просто красавчик. Просто травмировал чувак себе палец. Року травмировал. И молодец, вышел и показал класс. Красавчик. Кстати, интересно, сколько вот этому Серёжи лет. Если тогда было 7, около 15 лет сейчас, да? Чувак, если ты меня смотришь, напиши в комментариях. Серёга, красавчик, вообще молодец. Напиши, занимаешься ли ты вообще или нет. Интересно. Всё, что мы сделали, это единственное. Может быть, год назад, полтора, мы как бы не упускали случая, чтобы он, просто гуляя по улице, всё равно потянулся. Вот, ребят, это пример не только правильной молодёжи, но и правильных родителей. Отец водил его на турники, просто там немного поподтягиваться. Это круто, это так и нужно делать. Нужно правильно воспитывать своих детей. Там, сходить в парк на турнички. Там, один-два раза поподтягивался, сколько сможет. Сводить его в парк, погулять. Не просто погулять, посмотреть на бомжей, на быдло, которое там бухает. Реально, правильные родители. Просто аплодисменты родителям. Красавчики. Парень молодец. Мне очень понравилось. И вот, если знаете, ещё такие вот примеры, видосы, то кидайте мне, будем смотреть. Буду реагировать. А если хотите ещё такую рубрику, реакция на какие-то видосы, то проявите свою активность. Наставьте много лайков. Напишите в комментариях. Го ещё, Алекс, давай ещё такие видео. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. С вами был я, Алекс. Далее будет. Бэм.